здравствуйте подписчики моего канала на ютюбе голова садовая сегодняшняя тема ну она у нас как бы продолжением пойдет и это будут фито лампы ну конечно многие из вас могут сказать да нафиг нам все это надо да понимаете ли в чем дело она может нам и не надо но только у нас растение теперь другие те которые гибридные они требуют и посадки раньше чем обычно да а раньше чем обычно мы шо с вами перцы с баклажанами раньше садили да это еще пять лет назад только так началось как бы до вступление баклажан и перцев в эту симфонию огородную а такие растения как томаты высокоруслые они же требуют более ранней посадки мы вот феврале на медне скоро 14 по 18 февраля у нас такой массовый посев длинноногих помидор и для того чтобы они могли развиваться правильно свести и правильно плодоносить конечно вы условиях российской зимы елки иголки конечно 6 темно всем темно 8 пол девятого расцвело растению это надо свет 6 часов утра и я хочу представить вам продукцию вот такого плана коробочка видите какая это уже вторая коробка она упакована эта лампа таким образом что при любом механическом воздействии и никто не поломает и ничего с ней не сделается и это очень здорово потому что когда лампа приходит по почте ну всегда переживаешь как бы там что не треснуло здесь не треснет хочу показать саму лампу у каждой такой фитолампы неважно чего на производство и кто ее там изготовил у нее есть обязательно вот это вот оболочка внешне называется на радиатор прям как в автомобиле почему радиатор потому что это система охлаждения у лампы и я конечно вкручу в такой плафон да но для такой лампы вот этот плафон не требуется желательно просто иметь только патрон крутите в патрон и эта лампа должна быть на воздухе но вот здесь как бы плафон небольшой и но она достаточно тяжелая и как бы открыт весь радиатор но тем не менее лучше без него так написано в ее инструкции ну я ее конечно включаю всех конечно интересует не только как бы да и и спектры синие и красные это те цвета спектра которые крайне необходимы растениям помните мы говорили про лук да красный спектр в лучах солнце должен быть утром и вечером обязательно то есть должен попадать на лук иначе луковицы расти не будет здесь тоже самое тот же самый эффект использован но хочу оговориться если у вас глухое помещение нет ни одного окна эту лампу использовать нужно не только можно но к ней придется вот в абсолютной как бы в помещении где нет белого света еще и лампу белого света в данном случае когда вы будете делать подсветку на окне можно обойтись конечно без лампа белого света белый свет он информативные для растений то есть растения считывают все что несет белый рассеянный свет из окна или на улице и естественно поэтому они развиваются в природе же все информативно абсолютно все вот эта лампа будет хорошо подсвечивать и конечно я слышу ваши вопросы а на какой высоте и и ставить а сколько площадь она может осветить я вас умоляю но вот такая лампа максимум 2 на окно шириной в метр ну и длиной в метр и шириной в метр такую площадь легко осветить если даже ее поднять на метр метр двадцать оптимально считается от 40 до 70 сантиметров высота подвешивания вот этой лампы посмотрите как хорошо освещен этот ящик и весь практически стол и на него войдет конечно не один такой контейнер конечно достаточно много и все растения получат то что им сейчас крайне необходимо ой знаете что я уже понимаю что вы приготовили мне там массу комментариев ай как вам конечно хорошо там рекламировать что-нибудь даль любимые мои и милые ну вы поймите что мы живем в другое время и в городской квартире получить полноценную рассаду очень тяжело когда нет подсвечивания либо вы садите обычные традиционные овощи помидор который даст ну 300 грамм помидор это какую плантацию надо засандалить прости меня господи и вы естественно уже не можете себе позволить те растения которые высокорослые дают большой урожай вкусных сладких томатов перцев баклажан извините но тут я вам уже помочь не могу я могу только рассказать что да это очень хорошо да ну может быть это и стоит денег и все про эту лампу и как ее заказать до этой компании минифермер точка ру вы прочтете на дополнительном таком вот тут вот прямо вот на экране все расположено очень красиво и если вы считаете что сезон не должен просто так пройти и пропасть и вы ничего не заготовите на зиму то конечно ну я откажусь от мяса там на пару недель и от сладкого но лампы такие у меня есть и будут еще я без них уже просто не могу это правда